Блин, я хочу сюда запрыгнуть. А стоит ли оно того? Не дебилизм ли это? Я точно смогу сюда запрыгнуть, мне просто нужно пространство. Ооо, добро пожаловать на кухню Овна. Выхожу из зоны комфорта, приветушки на моей кухне. И сегодня я буду готовить всё, что в моих силах. Переведите дыхание, потом не дышите, потом снова переведите, потому что мы начинаем готовить прямо сейчас. Я не так давно погрузился в такой прекрасный и удивительный вид деятельности, как безделье и игры в Майнкрафт. Я не знаю, как это произошло, но я начал играть в Майнкрафт несколько недель назад. После долгих размышлений я решил посвятить огромную часть своей жизни этой игре. Ну вот я снова с вами на кухне, где по сути дела я должен готовить нормальную еду. Но, к сожалению, я могу думать только о Майнкрафт. И во время стрима вы предложили мне сделать что-нибудь по рецепту из Майнкрафта. И это была просто офигенная идея. Ну, во-первых, потому что это Майнкрафт. А во-вторых, это Майнкрафт. И вы даже не представляете, насколько Майнкрафт стал популярным. Это трудно отрицать. Сейчас каждый пытается сделать необычный авторский контент по Майнкрафту. В том числе и приготовление еды. Я посмотрел очень много видео рецептов по Майнкрафту. И там есть очень много по-настоящему охрененных. Например, канал Fist of Fiction сделали настоящий торт из Майнкрафта. То есть реальный торт, который вы можете сделать в игре. И несмотря на то, что меня это вдохновило, я не буду делать точно такой же рецепт. Я просто возьму на заметку, как они пользовались какой-то там помадкой. Никогда раньше не слышал об этом. Так вот, с помощью помадки они украсили торт и он получился как в Майнкрафте. Я искал много разных способов, чтобы сделать лава-кейк. Но они все похожи на обычную лаву из Майнкрафта. Я видел традиционный рецепт лава-кейка, в котором само пирожное нужно перевернуть и разрезать. И из него вытекает лава. Но будет очень непросто сделать из него как бы кубики из Майнкрафта. В общем, скорее всего у меня не получится сделать настоящий лава-кейк. Если я хочу сделать его похожим на майнкрафтовский лава-кейк. Мы будем, кстати, называть его лава-кейк. Но на деле это будет просто слоеный торт. Кстати, нам нужно будет просто следовать рецепту. Снизу это будет обычный слоеный торт, а сверху мы его будем украшать помадкой, чтобы получился майнкрафтовский кубик изо льда. Ну чё, вы готовы, ребзи, а? Ну как, приготовили алмазы, кирки, надели броню и с разбега прыгнули в лаву, потому что именно сегодня этим мы и будем заниматься. Я, кстати, еще сегодня косплей Крипера. Наконец-то у меня появилась адекватная возможность воспользоваться миксером. Сейчас мы будем делать обычный стандартный ванильный слоеный торт. А перед тем, как начать делать тесто, подождите немного. Сейчас я вот это подвину немного назад. Нам нужны сахар, заменитель яиц, мука, некоторые сухие ингредиенты в муке, соль, ванильный экстракт, уксус, молоко с кешью и веганское масло. Для тех, кто раньше никогда не пробовал молоко с кешью, попробуйте, вам безусловно понравится. Почему здесь мука? Почему? Да потому что это вкусно. Итак, добавляем уксус в молоко и с кешью, потому что он сделает его кислее, получится как бы пахта. Это обезжиренные сливки, типа масленки. И теперь нам... Так, ну иди сюда. Теперь нам надо взбить масло с сахаром. Кладем туда веганское масло, высыпаем туда сахар. И пускай он взбивается от 3 до 5 минут на слабом режиме. И у нас должна получиться очень воздушная консистенция. Ну ладно, пускай крутится, я сейчас вернусь. Итак, ну а он взбивает уже несколько минут, оно выглядит очень воздушным. Это выключаем, это вытаскиваем. Добавляем туда заменитель яиц. Вместо него можно использовать муку из льна. Тут главное все это выложить, вытащить из маленьких дырок. Так, ставим это обратно, зафиксировали и включаем высокую скорость. Да-да-да. Сейчас добавляем экстракт ванили в чашку молока с уксусом, так называемую пахту. Также нам понадобится сухая смесь, и мы будем балансить сухую смесь вместе с несухой, пока у нас не получится необходимый результат. Хорошо. Так-то, детка, делаем еду из Майнкрафта. Я что, дебил что ли? У меня муки не хватило. Блин, ну она же была где-то. Ладно. Мы с вами все равно точно поняли, что выпечка это не точное искусство. Так, вот она, добавляем сюда немного муки, совсем чуть-чуть. Так, а это я пока уберу до лучших времен. Кстати, выглядит вполне неплохо. Это должно быть похоже на масло для торта, не очень сухое и не очень мокрое. Теперь настало время искусства. Мы берем бумагу для выпечки, а потом ровно и аккуратно разрезаем ножницами в воздухе. Главное, чтобы она была идеально ровной. Если нет, то и хрен с ней, кладем ее в противень. Итак, вроде готово. Да, не парьтесь вы из-за шума, все идеально. Надо разделить поровну и вылить все вот сюда, немного сюда еще, чтобы было максимально поровну. И вот из этого у нас получатся коржики или первый слой лава кейки. Называйте как хотите. Так, а теперь, чтобы вы поняли, я хочу вам кое-что объяснить, потому что я как-то не особо объяснял все это время. Мне нужно приготовить квадратные коржики, а потом я хочу разделить их на 4 части. Мне нужно будет 8 равных частей. Зачем так много, чтобы мне было на чем тренироваться? А на один торт он будет как бы пропорциональный. На одного человека уйдет где-то 3 куска. И сверху я уже буду орудовать помадкой, чтобы все это в итоге покрасить. И вот как вы видите, мы это кладем в духовку минут так на 30, я думаю, на 350 градусов. А мы пока займемся помадкой вот из этой штуки. Маршмеллоу. Это не просто маршмеллоу. Это часть видео, в котором будет клевая наука. Так что надевайте на себя белые халаты, а потом снимите, а то тут у нас очень жарко. Итак, нам нужна целая пачка маршмеллоу. Кстати, я тут буду очень неточным, но в любом случае из этого у нас получится маршмеллоу-вская помадка. И повторяю, что я понятия не имею, что это. Простыми словами, из этого мы сделаем цветную штуку, которой и разукрасим наш торт. Еще, кстати, это веганский маршмеллоу. Не знаю, похожи ли они на настоящий, но посмотрим. Итак, две столовые ложки воды и потом в микроволновку. Их нужно плавить с интервалом в 30 секунд, чтобы получилась тягучая фигня. Ну а пока маршмеллоу умирает страшной смертью, вам предстоит найти кондитерский жир, потому что он нам понадобится почти везде. Я вот, например, вот видите, я смазал им миску. И это только начало. Так, давай. Вываливайся. Мне, видимо, понадобится лопатка. Итак, поехали. Теперь сюда надо добавить сахарную пудру, которая является главным ингредиентом в приготовлении помадки. Добавим две столовые ложки воды. Че-то как-то многовато получ... Черт возьми. Давайте еще добавим сахарной пудры. Вот так вот. Вот сюда. И пускай крутится. Тут будет загажено все, мне кажется. Теперь нам нужно подготовить рабочую область. Сейчас мы... В прямом смысле умаслим ее. Прям маслим, маслим. Все, чтобы было маслим. Че-то я как-то нервничаю. Вот тут мы и будем готовить помадку. Она теплая и очень странная. Не уверен, что мне это нравится. Блин, это... Это очень странно. Теперь возьмите в руки телефон. Да шучу, шучу, не надо. Теперь я, пожалуй, разделю это на одну треть и две трети. Теперь нам нужен пищевой краситель. Попробуем его открыть жирными руками. Блин, не получается. К этому у меня жизнь не готовила, это точно. Так. Давайте добавим сюда красного и желтого. Я надеюсь, что получится оранжевый. Очень надеемся, что получится оранжевый. Не переживай, малыш, я вроде еще не до конца сошел с ума. Так, теперь нам надо это все перемешать, чтобы получился желтый, потому что лава в Майнкрафте желтая и оранжевая. Окей, Гугл, сколько там еще времени осталось? У нас осталось 12 минут и 3 секунды, чтобы вычистить весь этот срач. Это так странно. Но, кстати, получился именно тот цвет, который я хотел. А вот это должен быть просто желтым. Блин, как же это странно. Этот кусок довольно быстро стал желтым. Вообще, большая часть кейка будет оранжевой. У меня еще есть квадратные формочки для печенья. Прям квадратные, квадратные. Квадратные. И с их помощью мы будем делать прям вот желтые пиксели из Майнкрафта. Надеюсь, с их помощью это будет похоже на кубики лавы. Кстати, пока вы ждете, вы можете взять молоко или овсяное молоко и добавить туда пищевой краситель. Я, кстати, еще нашел вот такие вот миленькие формочки для льда. И я очень надеюсь, что они будут похожи на пиксели. Пойду положу их в холодильник. Итак, а торт еще готовится. Это... не знаю, с чем я накосячился, но с чем-то точно. Итак, пока он готовится, я попробую с помощью квадратных формочек для печенья делать оранжевые и желтые квадратики для нашей помадки. Главное, чтобы все они у меня получились. Вот. Еще я решил покрасить глазурь в оранжевый цвет. Это будет основной слой всего торта. Потому что лава из Майнкрафта именно такого вот оранжевого цвета. Вот это будут более темные оранжевые, это желтые, и они просто будут разбросаны по всему торту. Так. Ну, скрестите за меня пальчики. Я, конечно, понимаю, что это не настоящие маршмелло, а веганские маршмелло. Но с помадкой у меня точно что-то не то. Она почему-то более тянучая. Итак, корж номер один выглядит странно. Он какой-то клейкий, но он горячий, а это хорошо. Хорошо, что он горячий. А сейчас мы будем делать что-то капец какое странное. Мы его перевернем. Хуже быть и не может? Черт, почему он такой мокрый? Ладно, фиг с ним. Мы просрали четверть. Это где-то... Это да, это где-то была четверть торта. Но... Но я все равно думаю, что мы еще можем что-нибудь из этого сделать. Какое позорище. Боже мой, это ужасно. Сделайте так пару раз. Ну, кстати, вроде все не так уж и плохо. С этим еще можно работать. Серьезно, нужно дать ему просто остыть. Вот это вроде нормально. И вот это тоже. Короче, я надеюсь, что минут через 10 мы все это сделаем. И потом никогда не будем об этом вспоминать. Я пойду дальше играть в Майнкрафт на своем 27-дюймовом мониторе. Хочу, чтобы у меня перед лицом был только один Майнкрафт и больше ничего. Была ошибка переносить что-то из Майнкрафта в реальный мир. Это очень стрессово. Мне это все даром не надо. Не знаю, почему я это вообще начал делать. Итак, тут у нас два кусочка, которые послужат основанием для наших порционных кейков. Эти два избранных кусочка. Теперь наша задача, главная задача, это сделать из этих уродливых жертв попыток аборта что-то похожее на еду. Такое чувство, что это Брауни, которые уволили. Какой же тут срач-то, а? Приветушки на моей кухне Овна, где в голове у тебя возникает клевая идея, но воплощаешь ты ее хреново. И все это происходит так быстро, что ты не знаешь, что и чувствовать. Ведь, может, ты что-то делаешь не то со своей жизнью. Тебе интересно, как бы выглядела жертва неудачного аборта, если бы ее приготовили? Джулиан, о мой бог. Мы же с тобой это уже обсуждали. Я говорил тебе, что ничего не получится, это кошмар какой-то. Что это вообще? Это у меня слоеный торт. Какой это еще нахрен торт? Слоеный малыш. Ну как-то не похоже. У меня для тебя новости, это точно не слоеный торт. Это ты так думаешь. Подожди, подожди, почему весь стол оранжевый? Ты его уже потом точно не отмоешь. Мы снимаем? Да что бы он не отмылся-то? Это же пищевый краситель, он для этого и сделан. Что тут вообще случилось? Ладно, мы дадим возможность Дженне посмотреть на окончание этого ужаса. Добавим немного глазури вот сюда вот. Это торт из земли? Нет-нет, малыш, я же сказал, это слоеный тортик. Да как вообще может торт так выглядеть? Торт без глютена может. А почему он мокрый? По качану. Теперь мы добавим оранжевую глазурь вот сюда вот. Боже мой! Что? Джулиан! Малыш, просто поддержи меня. Да я пытаюсь. Да ладно вам, ребят, это клево, мне тут весело, правда. Джулиан! Ну что ты делаешь? Мне нужна твоя помощь. Я никак не могу тебе помочь. Нет, я имею в виду в целом, в жизни мне нужна помощь. Я пытаюсь, с нашего знакомства он выглядит точь-точь как в Вайнкрафте. Клево, да? Так, слушай, помоги мне, пожалуйста. Нет. Пожалуйста, малыш. Это что, помадка? Нет, это глазурь, вот помадка. Я про нее и спрашиваю. Тогда да, помадка. Что вообще случилось? Эммм, я не знаю, но что-то явно пошло не по плану. Ну да, я тебе об этом и говорила. А ты такой, да, малыш, все норм, я смогу сделать помадку. Веганские маршмалоу без глютена будут вести себя по-другому в такой ситуации. Ну, как видишь, да, так и получилось, но мы бы этого не узнали, если бы не попробовали. Все будет хорошо, мы с этим справимся. Он уже похож на кубик льда. Ну вот, у нас получается. Джулиан, о мой бог. Малыш, я готовлю. Почему ты не сделал это на разделочной доске? Малыш, я готовлю, можно потише, пожалуйста? Так, а ну-ка не вздумай говорить мне быть потише, когда ты просто уничтожаешь мою прекрасную кухню. Как вы видите, это выглядит точно так же, как лава. Так что нам остается всего лишь поместить сюда маленькие желтые квадратики. И вправду похоже. Неплохо. Правда. Знаете, что самое лучшее в этом видео? Можно мне полотенце, пожалуйста? Знаешь, что будет самым лучшим в этом видео? Спроси меня, что будет самым лучшим. А то, что крах мой поварской карьеры случится за одно видео. И это тому доказательство. Это надо закончить. А у нас тарелки есть цвета лавы? Джулиан. Так, берем тарелку. Это финишная прямая. Берем желтые кубики льда. Ломаем их. И... Джулиан. Ну, Джулиан. Что ты делаешь? Зачем ты подаешь торт с кубиками льда? Что это вообще такое? Это пиксели. Это кубики льда, Джулиан. Нет, это пиксели. Ты понимаешь, что это заставляет всех чувствовать себя неловко, кроме тебя? Ты только посмотри. Клево же. Смотри. Ну, клево. Это лава из Майнкрафта. Или, иными словами, самое ужасное, что я когда-либо видел. Давайте попробуем теперь это порезать аккуратненько. Зачем это резать? Ну, мы, наверное, все-таки не будем его резать. Вот. О, мой бог. Ну, и мерзость же это, Джулиан. Ты просто ужасный пекарь. Прости меня, конечно, Джулиан, но ты явно не следовал инструкциям. Подобное мог сделать любой ребенок. Ребят, зыркайте. Это лава из Майнкрафта же. Не надо об этом никому рассказывать. Это лава из Майнкрафта. Хочешь попробовать? Джулиан. Не, ну серьезно. Хочешь попробовать? Да. Боже, пожалуйста, не ешь ножа. У тебя возле торта растаявший желтый лед. Почему? Зачем ты положил туда желтый кубик льда? Так, малыш. Давай попробуй. Пришло время попробовать мой десерт и забрать свои слова назад. Самолет из Майнкрафта летит прямо в ротик. Это же глазурь. Там кроме глазури ничего нет. Полетели. Бульдок? А, это глазурь. Майнкрафт. Ребят, хотите поиграть в Майнкрафт? Как удалить видео перед тем, как его залить, а? Это помадка такая, твёрдая. Ага, как пластмасса. У тебя в тарелке вода. Ну да, это же пиксели, помнишь, я говорил. С ними просто лучше выглядит. Кто вообще добавляет лёд в торт? Умелые повара. Зацени, идеально равный разрез. А чё с самим коржиком? Почему он такой мокрый? Э-э-э, я, если честно, сам не знаю. Ладно, давай не попробовать, я люблю сахар, должно быть вкусно. Почему оно всё такое твёрдое? Да, он просто с корочкой снаружи и мягкий внутри. А почему всё на этой тарелке такое горячее? А кто любит охлаждённые торты, а? Ай. Что это такое? Что это? Посмотри на это, кто такое выпекает? Что-то такое тянущее. Шули, блин, оно такое жирное, тянущее и маслянистое. Сколько масла ты туда добавил? Чутка. Смотри, я вся в масле. Ну в цвет-то я попал, это точно, да? Итак, это один из моих талантов, я делаю еду, как в видеоиграх. Не трогай, малыш, не надо, это лава. Псс, 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 псс. Видишь? Прям как в Майнкрафте. Ты играл в Майнкрафт? Угу, слышишь? Прелестно. Оцени от девяти до десяти. Девять. Точка минус десять. Хорошо. А пусть будет девять. Если захотите, чтобы у вас получилось так же, то загляните в помойное ведро, там уже всё готово. Малыш, это лава из Майнкрафта. Джулиан, это не лава, это говно какое-то. Надеюсь, что вам понравилось? Мне нет. А мне да. Так что гол один на один. И где? В Майнкрафте? Слабо? Ну, я знал, что это будет хреново и далеко не так, как у меня обычно получается, но... Я точно не ожидал, что получится говно цвета лавы. Я искренне хочу извиниться перед всеми моими зрителями. Мне надо обдумать своё поведение. И если вы захотите от меня отписаться, то я пойму. Пойду поиграю в Майнкрафт. Жаль, что не получилось сделать что-то крутое. Но так получилось. Любишь играть в Майнкрафта? Тебя же из-за этого уволили, да? Потому что ты много играл в Майнкрафт вместо того, чтобы работать с ушефом. Хорошая девочка. Хотя бы кому-то понравилось моё блюдо. Поехали. Я знаю. Субтитры сделал DimaTorzok